Провести главный субботник Подмосковья не помешала даже плохая погода. Невзирая на дождь и ветер, тысячи неравнодушных жителей городского округа собрались, чтобы собственными руками сделать Химки чище и лучше. Провести большой субботник сразу в пяти крупных парках города – одна из инициатив участников движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить». В общей сложности горожане выдвинули уже почти полторы тысячи идей и предложений, направленных на развитие микрорайонов. Все они размещены на сайте, где жители, голосуя, сами определяют порядок их реализации. Движение объединило работников крупных предприятий и химчан из первичных отделений партии «Единая Россия», общественников и домохозяек, сотрудников бюджетной сферы и предпринимателей. Сегодня все они – одна команда. В главном субботнике приняли участие более 13 тысяч человек. Поприветствовал гостей и поздравил с началом масштабного мероприятия глава городского округа Дмитрий Волошин. Начали субботник на площади у стадиона «Арена Химки». Отсюда участники отправились к местам проведения уборки. Одна из самых крупных точек – парк «Экоберег». Территория рекреационной зоны – более 25 гектаров. Убирают здесь сразу несколько групп. От прошлогодней травы очищают газоны, собирают разбросанную бумагу и бутылки. Канал имени Москвы – главный водоем Химок. Его береговая линия – излюбленное место отдыха горожан. После зимы здесь осталось много мусора. Вооружившись мешками, участники субботника приступают к раздельному сбору отходов. Пластик, стекло, органика. Для каждого материала – свой мешок. Один из лидеров движения общественной поддержки – депутат Государственной Думы Ирина Роднина. На субботник она вышла вместе с единомышленниками. Вы даже когда квартиру уберете, приятно в чистой квартире, дышится по-другому. Вот здесь все то же самое. Когда люди еще вместе, то интересные разговоры, прибаутки. В приподнятом настроении участники субботника пребывали от его начала до конца. Людей не смущал ни дождь, ни ветер. Было бы здорово, если бы не было такого дождя и моросящего. Но тем не менее люди пришли. Дабы не отрываться от общей массы участников главного субботника в Подмосковье, наша съемочная группа тоже приняла в нем участие. Мы решили расчистить газон от прошлогодней травы. Надели дождевик, взяли грабли в свет плаща и отправились бороться с валежником. Наводить чистоту в парке проще, когда знаешь, что после работы сможешь вкусно пообедать. Несколько десятков килограммов настоящей солдатской каши приготовили повара полевой кухни. Всех, кто плодотворно потрудился, угощают наваристой гречкой с тушенкой. Впрочем, парк Экоберек не единственный, где радушно встретили участников субботника. Еще одна точка приложения сил – парк имени Льва Толстого. Здесь к участникам движения присоединился союз пенсионеров. Все вместе убирали прошлогодние листья и мусор с газонов. Не обошли вниманием и парк Подресково и Величко. Собравшись вместе, активисты не только навели порядок, но и обсудили дальнейшие планы. Сама концепция, она вписывается в рамках нашей программы «Химки. Интересно жить», где люди объединяются вместе для того, чтобы сделать свой город, свой микрорайон, свой двор чище и комфортнее. Для этого у нас создан сайт голосования, на котором каждый человек может выдвинуть свою инициативу. Здесь сегодня жители активно поддерживают социальные инициативы, они их активно выдвигают. И сегодня, в ходе субботника, также мы с жителями обсуждаем. На протяжении месяца в Химках проводили уборку, ремонтировали отдельные участки дорог, остановочные павильоны, ограждения и дорожные знаки. Я уверена, что всем жителям Подмосковья не все равно, в каких городах они живут. Поэтому месячники благоустройства, которые у нас уже стали традицией, они приводят наши города в порядок. Работы вели ежедневно на протяжении всего апреля. За труд и заботу о родном городе грамотами и благодарственными письмами наградили самых активных участников месячника благоустройства. Не просто так даются эти награды, люди трудятся, им тяжело. Спасибо вам всем большое за то, что город Химки такой гостеприимный, за то, что город Химки такой красивый, современный. Парки, скверы, объекты социальной инфраструктуры, торговли и услуг, мемориальные места и главные улицы города. За время субботника благоустроили 14 основных локаций. То, что сегодня уже сюда пришли, это уже полдела сделано. Не побоялись, не испугались, не помешала погода. Я думаю, что то, что не успеем сегодня сделать, и то, что нам помешает погоду, довершили до конца, мы это сделаем. Мы сделаем 1 мая, мы сделаем 9 мая. По словам главы городского округа Дмитрия Волошина, движение общественной поддержки – проект, позволяющий свести воедино всех активных и настроенных на развитие горожан. А значит, впереди у него еще многие годы позитивных преобразований и созидательных идей.